Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас вот такое яркое, солнечно-оранжевое видео. Покажу вам, как в домашних условиях, без каких-либо специальных приспособлений сушить хурму. Этим рецептом со мной поделились наши друзья из Абхазии. В прошлом году я впервые сушила хурму дома. Так как это был пробный вариант, рецепт снимать я не стала, но поделилась им в инстаграм. И многие девчонки сушили хурму в прошлом году вместе со мной. У нас получился прекрасный результат, поэтому в этом году я решила весь процесс заснять и с удовольствием с вами поделиться. Итак, в первую очередь, что нам понадобится? Это, конечно же, хурма. Хурму необходимо брать жесткую, плотную. У меня это самая обычная хурма, которая в жестком состоянии вяжет, но по мере того, как она спеет, становится более мягкой и очень сладкой. Но, в принципе, подойдет любой сорт твердой жесткой хурмы. В следующий момент желательно, чтобы помимо самой плодоножки присутствовал еще сам кусочек веточки, на которой хурма растет. Так ее удобнее в дальнейшем подвешивать для сушки. Но если есть только плодоножки, ничего страшного, можно повесить и за саму плодоножку. Итак, хурму моем в прохладной воде и очищаем. Я использую овощечистку, можно, в принципе, и ножом, но овощечисткой удобнее. По поводу самой плодоножки, у меня хурму срывает муж, и вот первый раз, когда мы пробовали, соответственно, вот этих вот веточек он мне не наломал. И было не очень удобно подвешивать только лишь за плодоножку, поэтому в этом году я его попросила срезать с кусочками веточек, и в итоге он мне придет хурму с огромными ветками, в общем, из крайности в крайность. Но, знаете, я не привередничаю, потому что в следующий раз мне скажут, иди сама рвей так, как тебе нужно. Итак, хурму очистили, теперь будем ее подвешивать. Я использую обычные нитки вязальные, подойдут любые веревочки, которые вы найдете. Я беру нитку в два сложения, и теперь на веревочку мы друг за другом подвязываем хурму. Вот видите, когда есть кусочек веточки, очень удобно, и хурма просто с веревочки не будет спадать. Старайтесь завязывать так, чтобы хурма была на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы она друг друга не касалась. И еще старайтесь, чтобы на одной веревке была хурма одного размера, ну, хотя бы приблизительно. Тогда вся хурма будет сохнуть равномерно, и у вас не получится так, что одна уже высохла в камень, а другая еще сырая внутри. Сколько штук вешать на одну веревочку, это уже в зависимости от того, куда вы будете эту хурму вешать на сушку. Если пространства у вас, скажем так, много, то можно и по 6, и по 8, и по 10 штук. Итак, получаются вот такие красивые яркие оранжевые гирлянды. Всю хурму вешаем на веревочке, и переходим к следующему этапу. В большой кастрюле кипятим воду. В воду ничего не добавляем, и погружаем в кипящую воду хурму на 10-15 секунд. К сожалению, в процессе у меня запотел объектив, я этого сразу не заметила, но я думаю, что, в принципе, тут и так все видно и понятно. Погружаем хурму на 10-15 секунд, вынимаем, даем водичке стечь, и уже вешаем на постоянное место сушки. Как и где сушить? Это должно быть сухое, теплое помещение. В прошлом году половину хурмы я повесила в одной комнате в квартире, в той комнате, которой мы не особо пользуемся. Там постоянно открыто окно, там всегда прохладненько и так немножко сыро. И половина хурмы у меня просто поотваливалась с плодоножек. То есть плодоножки остались висеть на веревочке, а хурма вся оказалась на полу. Потому что внутри она уже созрела, стала очень мягкая, а снаружи просто не сохла. Вот так хурма моя сушится на лоджии. Здесь и прошлая партия, и новую я уже повесила. Можно ее повесить где-то недалеко от батареи, это будет просто идеально. Итак, сколько же будет сохнуть хурма, это зависит от ее размера и от температуры. Вот эта у меня сохнет где-то полторы недели, но внутри она еще сырая, очень мягкая. А вот это уже готовая хурма, сверху она уже достаточно сухая, но прям в камень я ее не сушу. Мне нравится, когда она внутри остается немножко мягкой. И хочу вам просто для сравнения показать, насколько хурма уменьшается в размере за время сушки. Решила для интереса взвесить. Свежая хурма весит порядка 200 грамм, а сушеная порядка 20, то есть она усыхает примерно в 10 раз. Внутри хурма получается как будто бы мармеладной, очень сладкой, а главное, что она абсолютно натуральная, без добавления сахара и каких-либо вредных добавок. За время хранения, а хранить ее можно очень долго герметично, хурма сверху покрывается как будто бы сахарной пудрой. Это карамелизуется натуральный сахар. Очень надеюсь, что видео окажется для вас полезным, ну и как всегда желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся.